Сегодня эксперты крупнейшей промышленной компании встретились с представителями СМИ, чтобы рассказать о результатах природоохранной деятельности Касцинка за 2022 год и поделиться планами на 2023. Подробнее в сюжете моих коллег. Специалистам крупнейшей металлургической компании региона за последнее десятилетие удалось добиться впечатляющих результатов в области охраны природы. Так, если в 2001 году количество выбросов диоксида серы в Усть-Каменогорске составляло 69 тысяч тонн, то на сегодняшний день эта цифра уменьшилась до 16. В целом, за минувшие 12 месяцев было внедрено 35 различных экологических инициатив. Помимо этого, на предприятии планомерно происходил ремонт оборудования, оптимизация технологических процессов, реконструкция систем фильтрации и проекты по озеленению. Проделанные работы эксперты смело могут гордиться. Для нас главным показателем является все-таки не столько, сколько мы выбрасываем, а сколько находится это в атмосфере. По данным монополистов в сфере экологического мониторинга КАЗ-Гидромета, содержание диоксида серы в городе Усть-Каменогорске по итогам 2022 года составило менее санитарную норму. То есть тот показатель, к которому мы все эти годы стремились. Этот проект комплексно называется стратегией компании КАЗ-ЦИН по дальнейшему снижению выбросов диоксида серы. Основан он на том, что мы дооснастим действующие серно-кислотные установки, которые есть в городах Усть-Каменогорской Ридер, дополнительными ступенями очистки. Примечательно, что КАЗ-ЦИН – единственное предприятие в Усть-Каменогорске, где предлагают всем желающим посетить производство для экскурсии, в рамках которой можно своими глазами увидеть различные системы очистки и узнать о принципах их работы. Вместе с этим металлурги приглашают к себе на регулярной основе и специалистов Департамента экологии. Основной принцип – максимальная открытость. Из числа предприятий, находящихся в Восточной Казахстанской области, КАЗ-ЦИН является самым открытым предприятием, которое может смело провести экскурсию у себя на территории с участием любых, как средств массовой информации, общественности, как и профессионалов в этой отрасли, в том числе с привлечением контролирующих органов. Сегодня мы видим, что предприятие немало усилий вкладывает для улучшения экологической обстановки в городе, для снижения негативного воздействия. Чем больше мы доносим до населения, тем меньше вопросов возникают у населения. Соответственно, чем меньше вопросов, ну и меньше фантазии. Отметим, что на природоохранные мероприятия в 2023 году у Усть-Каменогорской компании намеревается потратить 722 миллиона тенге. Следующие два года, по словам специалистов, будут посвящены совершенствованию процесса переработки серосодержащих газов. Предполагается проведение реконструкции серно-кислотного завода, и соответствующие проекты уже разработаны.